Сегодня и сейчас мы когда говорим с супругой, я говорю, что по сути мне бы очень сильно хотелось своего дитя отдать в 33 школу. Потому что я понимаю правила. Если ты вовремя знаешь английский язык и понимаешь, о чем идет речь, то все получается. И все получается высококачественно. Но сегодня и сейчас мы начинаем понимать, что все хотят, чтобы вы сдавали английский язык. Или без разницы, какой язык. А вот для этого вам необходимо учиться. Учиться, учиться и еще раз учиться. Но если что-то не получилось, каков у вас дальнейший эффект, я предлагаю вам поступить в школу иностранных языков Васиной. Потому что здесь грамотно подбирают и объясняют вам, как вы должны учиться и дальше знать различные языки. Будь то английский, будь то немецкий, будь то французский и может быть китайский в том числе. То, что сейчас творится с нашим обществом, меня лично приводит в бешенство. Где история? Где образование? Где медицина? Ну где, а? Мне лично неприятны ЕГЭшные вещи. Кого мы воспитываем, то я не понимаю, как из кладези медицины появилось то, что я вижу. Про историю я вообще молчу. Мы как-то быстро забыли корни в погоне за несбыточной мечтой. Вот только зачем? Радости много, но и богатые тоже плачут. А теперь подумаем, кого мы воспитываем и какие у них знания. Уровень знания языка сейчас не очень хороший. И мы всячески стараемся его поднимать. Но с каждым годом становится все тяжелее. Потому что возникают различные трудности, в том числе, которые строятся от нашего государства, Министерства образования, потому что она ставит в такие условия, что нам нужно очень форсированно готовить детей к различным экзаменам, к различным испытаниям. И от этого страдает и качество, и успешность образования, как со стороны преподавателей, и со стороны учащихся. Это все здорово, да? Но тем не менее, мы должны все-таки людям объяснить, что без английского языка, без вообще зарубежного языка, кем вы будете, по сути? Прежде всего, сейчас стоит вопрос о том, что без знания иностранного языка ребенок не закончит школу. То есть сейчас планируется с 2020 года делать обязательный экзамен по иностранному языку для 9 классов, и с 2022 года для 11 классов. То есть если я хочу получить полное школьное образование, мне нужно пойти в 10 класс, сдать экзамен в обязательном порядке по иностранному языку, для того, чтобы поступить хоть в какой-то вуз. То есть мы людям объясняем, что, как бы, ребят, без английского языка, без вообще любого языка, вы никуда не пройдете, так и будете никем, по сути? Да, при условии, что они не сдают ЕГЭ, то есть ребенок не получает просто даже аттестат школьный. Если вы знаете, что вам предстоит в будущем, гораздо проще к вам обратиться. По одной простой причине. Цена не сильно большая, но качество высокое. Это да. У нас очень, скажем так, гуманная ценовая политика и политика оплаты обучения. Более того, мы предлагаем программы обучения, подходящие для каждой группы. То есть мы смотрим на уровень знаний учащихся, на их, скажем так, менталитет, интеллект. Потому что он тоже бывает разный. Не всем подойдет что-то шаблонное. Мы каждому постараемся подходить под их возможности, в том числе и финансовые. Потому что сейчас в связи с экономической ситуацией, в связи с тем, что скачки валют, от этого зависит стоимость пособий, по которым мы занимаемся, мы сейчас тоже начинаем выбирать то, что будет доступно для учащихся и качественно, самое главное. То есть для нас не важна обложка красивая, обертка красивая. Нам главное, чтобы пособие давало результат. Что-то жесткое, а как им хотели? В бытность инфака только некоторые учили детей. Сейчас, по сути, мысль правильная. Подхода нет. Как человек, знающий английский, я скажу. Максимальное обучение возможно только там, где человек существует. То есть за границей. Но, по сути, вы это можете сделать. Надо просто понять место обучения. А места обучения – это частные школы. А затем ваше правило – куда съездить то. Америка крута, но и Индия беседует на английском. До Германии и Франции проще доехать. Как и до Китая. Вопрос, где в магнитке научиться понимать эти языки? Так вот, я бы вам все-таки посоветовал частные школы, как школа Васиной. И часть ее располагается на территории школы номер 56. А у меня еще и телефончики предпасены для вас. Конечно, мне бы сейчас хотелось, чтобы мой сын учил еще и китайский язык. Я думаю, в следующем году мы все-таки это дело наберем. Потому что, ну, я посмотрел, это было круто. То есть, по-английски говорят, ну, примерно, если так все это дело собрать, ну, примерно 3 миллиарда человек. То есть, мы говорим Индия, естественно. Мы говорим про Америка, Канада, Великобритания. Естественно, куда же все без нее-то. Кроме всего прочего, часть говорит на английском языке и в Африке. Большая часть знает на английский язык в Европе. Естественно, Австралия и Новой Зеландии. То есть, далее идет китайский язык. То есть, о чем мы сейчас говорим? То есть, два языка должны быть у вашего человека 100%. То есть, это может быть, естественно, английский, затем китайский, ну, и базовый русский. Где все это вы можете найти? Здесь, в школе Васиной. Потому что, ну, это же правило. То есть, мы начинаем двигаться вместе с прогрессом. Другого варианта я пока не вижу. Школа Васина располагается в этом месте и еще в одном. И телефончики, вот я что-то показываю, да? Вот они прямо за моей спиной. Смотрите внимательно. 26, 70, 41 и там дальше. Посмотрите. Вот. Придите сюда. И не важно, в каком возрасте. Потому что, извините, языкам все возрасты покорны. И когда мне говорят про людей, которые там в свое-то время учились везде и всюду, я говорю, ребятки, ну, в свое время не было интернета, да? Не было же интернета, да? А кушать-то хотелось везде и всюду. То есть, человек пришел, допустим, во Францию, да? А ему захотелось еду. Ну, в смысле, покушать. Ему говорят, вот это называется хлеб, вот это называется мясо. По-английски это bread and butter. А, ладно, как я уже умею. Вот. По-турецки, не знаю как, но по-турецки я знаю, как badates, tomates. Помидоры и томаты. Te shikiri darim. То есть, у меня уже то же самое. По-китайски мне нравится хорошо это susu. То есть, я тоже начинаю тем же самым заниматься. Понятное дело, да? И вы тем же самым займетесь. И абсолютно без разницы, в каком возрасте. Потому что самый замечательный вариант, это когда уже в оконцовке, да, сюжета. И когда вы хотите прожить подольше. Самый лучший вариант, это все-таки изучение иностранных языков. Все люди об этом говорят. Так что, господа, заботитесь и о ваших детях, и о себе в том числе. Спасибо.